Добрый день! Сегодня я расскажу про циркулярный кубик 5х5 версии 2 от компании Sengso. 5х5, куб 2, 2.0, картинки, техническая информация, сам кубик. Есть 4 версии такой головоломки, и это вторая. Первая отличается тем, что нет вот этих уголков, ну и ребра чуть поменьше. Примерно как это было сделано на кубике циркулярном 3х3. То есть примерно такой же центр и такие вот кусочки от вот этих элементов. Но, как мы понимаем, это была бы совсем простая версия, и ее функционал полностью включен во второй. Так как здесь есть все то же самое, и есть уголки. Можно подумать, что зачем покупать версию 2 и версию 4, а ее здесь уже видно. Если, ну, наверное, это круче. Да, это круче, но я ничуть не пожалел о том, что купил именно вторую и четвертую. На четвертой версии уголки собирается самостоятельно, на второй уголки надо собирать. И это вполне интересный этап. Версию 2 можно собирать на скорость. Кто-то мог уже видеть на канале мою скоростную сборку. С версией 4 я бы так пока не экспериментировал, хотя, быть может, когда-нибудь и попробую. Собирается, конечно, гораздо дольше. Первая версия действительно будет скучна. Ее можно будет взять только для коллекции. Сегодня поговорим про вторую. Такой вот кубик 5х5, слегка скругленный. Он получается чуть больше стандартной пятерки. Это Дайан. Чуть побольше. Пластик матовый. Что у нас тут есть? Пять слоев. Магнитов нет. И дополнительный кружок, который включает в себя 4 кусочка с реберных центров и 4 с угловых. То есть дополнительный элемент, который нужно собирать. Давайте перемешаем и попробуем собрать. Все стороны нулевые. И причем зависят они от среднего слоя. Вращаем средний слой. Вращаются и кружки. Сразу и тут, и тут. Вращаем крайние слои. Центры неподвижные. Вращаем вот так. Центры тоже неподвижные. Вращаем с тремя слоями. Центр тоже вращается. Это проще, чем в 4х4. Здесь в каждой грани все одинаковые. В каждой грани нулевые. Ну, поскольку это 5х5, перемешивается легко. Ограничений никаких нет. Можно собирать более-менее быстро. И за приличное количество сборок ни разу проблем не было, чтобы что-то перескочило или рассыпалось. Вот такой вот красивый кубик становится. Давайте его соберем. Собирать можно по-разному. Кстати, там инструкция есть. Я ее даже не открывал, если честно. Давайте посмотрим инструкцию. Свои же их не просто так кладут. Так, что-то по-китайски. А, ну здесь дублируют по-английски и по-китайски. В общем, предлагают собирать сначала центры, потом все остальное. Ну, в принципе, идея-то неплохая. Вникать не хочется. Ну, наверное, что-то разумное пишет. Мне мой способ решения нравится. Что я делаю? Ну, начнем с белого. Что-то не очень хорошо перемешан. Ну вот. Белый центр. Чистый. Ребра. Вот эти вот, ну, центральные ребра, кружка. Они в любом случае вот на этой оси находятся. То есть, просто покрутив вот эту грань, вот этот элемент сюда принесем. Потому что, ну, они никак сдвинуться не могут. Чтобы поставить вот сюда элемент, мы тоже просто покрутим, и он появится. Так же с этим. Появился. И вот у нас уже, как бы, ребра центральные стоят. Ну и понятно, что противоположные тоже появились. Это очень удобно. Далее, можно, конечно, собрать все остальные. Вот так вот подкрутить. Там пару раз. И все остальные боковые соберутся. Но я даже этого не делаю. Я собираю белые. И сюда ставлю вот эти вот белые уголки. Причем здесь это можно делать интуитивно. Находим какой-нибудь вот белый уголок. Ставим его над свободным местом. И делаем какой-нибудь такой слэджхаймер. И вот уголок появился. Находим еще один. Но они почему-то все не там, где удобно. Удобно, когда они сверху. Вот они два снизу. Мы можем повращать средний слой. Вот так вот. И он станет удобно. Да, тут центр уйдет на время. Но это не беда. Ставим отсюда сюда. Встало на место. И возвращаем средний слой. И осталось один. Мы можем его так же. Сначала куда-нибудь. Вот так мы не передвинем вот эту часть. Поэтому нужно поднять. К примеру. Вот я наверх отправил. Теперь нужно куда-нибудь сюда. Так. Ну и можно отсюда, сюда и поставить. Потом просто центр вернуть. Бывает и попроще ситуации. Но в любом случае белый кружок собрался. Ну и собрался желтый. Теперь можно восстановить остальные кресты. Но в кружках. И собирать вот эти элементы. Причем вот эти именно элементы внутри круга мы собираем как кубик 3х3. То есть сейчас я собрал как бы крест белый. Уголки поставил. Теперь поставим вот эти уголки. Причем нехитрым трициклом. Вот этот оранжевый поставим вот сюда. И поскольку у нас вот этот средний слой отвечает за вращение вот этого. То этот рецикл будет вот такой. Ну слева его сделаем. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Значит поднимаем. Средним слоем перемещаем. Поднимаем здесь. Перемещаем обратно. Опускаем. Опускаем. То есть знакомый трицикл из кубика 3х3. Который я очень часто использую. Как он на трешке выглядит. R, U штрих, L штрих, U, R штрих, U штрих, L, U. И в обратную сторону. L штрих, U, R, U штрих, L, U, R штрих, U штрих. Лишний ход. Так и здесь. И вот у нас что-то здесь поменялось. Если я ничего не перепутал. Чтобы вот этот оранжевый поставить, к примеру, вот сюда. Мы что сделаем? Повернем оранжевый. Вращением среднего слоя. Поставим этот сюда. Этот уйдет сюда. Этот сюда. И потом отменим. R, U штрих, L штрих, U. R штрих, U штрих, L штрих, U. И что у нас получилось? Вот так. Вот у нас тут красных уже побольше. Ну, соответственно, и оранжевых. Но если мы собирали на оранжевый, то красный автоматически становится. Можно ставить и без меньшего количества сетапмов, но использовать подобные алгоритмы, но с другой стороны. К примеру, вот этот синий можно поставить куда-нибудь вот сюда. Ну, сейчас она не очень удобно стоит. А, я, наверное, где-то ошибся и что-то сломал. Да. Так вот, хоть не туда сделай, раз у нас белый сломался. Давайте починим. Для этого вот эти два элемента я сначала перемещу куда-нибудь. А потом поставлю на место. Заодно у нас все случаи появятся. Отсюда сюда. И этот аналогично. Сначала в боковую сторону и отсюда сюда. Сейчас, может, будет чуть-нибудь поудобнее. Вот как раз случай, который я хотел показать. Вот этот красный поставим вот сюда. Этот зеленый перейдет сюда, но этот синий сюда. Алгоритм какой? Поднимаем. Потом отводим его вот сюда. Для этого делаем движение среднего слоя. Поднимаем здесь. Отводим обратно. Опускаем. Отводим. Опускаем. Возвращаем. И вот красный появился. И это хорошо. Посмотрим, что еще. Здесь у нас не хватает одного. Вот этот синий на зеленой стороне не очень хорошо смотрится. От него надо избавляться. Ну, давайте пока вот этот оранжевый. А, если мы вот этот оранжевый поставим сюда, то синий перейдет на зеленый. Это некрасиво. Лучше синий поставить на место зеленого. Можем сделать вот такой вот сетап move. И вместо того, чтобы вращать только средний слой, при вот такой перестановке мы можем вращать всю нижнюю часть. Что я делал на сборке на скорость. Вот этот поставим вот сюда. Для этого поднимаем. Туда. Поднимаем. Обратно. Опускаем туда. Опускаем. Обратно. Ну и сетап move. И вот все появилось, как мы планировали. Если нужно переставлять снизу, то вращать нужно не нижнюю часть, а верхнюю. Если вот это перепутать, то, конечно, все разобьется. Поэтому, если путать не хотите, делайте сетап move под один трицикл. А дальше уже запомните удобный случай. То есть, если вы вращаете, перемещаете отсюда сюда, то можно вращать нижнюю грань. Не хотите запоминать, где какую грань, вращаете только средний слой. Можно использовать любой алгоритм. Вот давайте попробуем вот этот на место вот этого поставить. То есть, можно либо вот такой сетап move сделать, либо наоборот, вот этот подвести сюда и делать через верхнюю грань. Я буду делать через нижнюю, чтобы показать еще один алгоритм. Получается, поднимаем сюда, поднимаем сюда, опускаем опять. Вот получилось так. Ну и отменяемся топов. И вот все кружки такие собраны. Ну, в принципе, сложные почти закончились. Да, его как бы и не было, но я постарался рассказать подробно. Я пробовал по-разному собирать. Дальше мы просто собираем как кубик 5х5, но чуть аккуратнее. Например, вот у нас вот этот большой кружок. Это как центр. Рядом с ним стоит вот элемент один центральный. Я поставлю напротив еще один. Так, отведу в сторону. Получилось у нас рядом с центром два ребра. Соберем где-нибудь сбоку полоску. Ну, можно делать вот такие возвратные движения. Хотя можно без них и обойтись. Поставим полоску рядом, как в 5х5. Соберем еще одну полоску. Поставим ее сюда же. На место уже существующий. Вот так. Собрали белый центр. Уже полностью, не только кружок. Если когда мы собирали белый кружок, желтый собирался самостоятельно, то здесь придется собирать. Не очень удобно. Но как в обычном 5х5. Здесь будем чуть побыстрее. Я собрал квадратик. Я сейчас не буду возвращать сетапмов. И ничего при этом не сломается. Так. И нужен еще один желтый. Собрал я на скорость за 5 минут. Можно собрать и быстрее. Но если так не спеша, то минут за 6 вполне можно собирать эту пятерку. Дальше. Что-нибудь. Давайте синие. Здесь можно использовать все приемы из 5х5. Главное возвращать. Иначе можно собрать не там. Так. Синий есть. Можно оранжевый. Оранжевый есть. Осталось кто у нас? Зеленый. Ну и все. Дальше. Как обычно, пятерка собирается без каких-либо приключений. Я соберу ребра фрислайсом. Вращается, конечно, не так весело, как стандартный 5х5. Ну, кое-что здесь делать можно. Сделали бы, конечно, на базе того же Даяна или MGC. Тап собирался бы побыстрее. То есть фрислайсом собираем ребра. Зелено-желтые. Так. Дальше синие-желтые. Да. Ну, как понятно, здесь обычный 5х5. Если вы его умеете собирать, любым способом можно дальше собрать. А в кубике версии 1 мы бы только расставили вот эти ребра и дальше бы сразу собирали как 5х5. Был бы так, если я ничего не путаю. Так. Еще зелено-оранжевый. А где зелено-оранжевый? Вот он. Так. Ага. Осталось 4 последних. Соберем их. Готово. Сине-красное. Готово. Бело-синее сейчас будет. И осталась вот последняя пара. И здесь важно отметить, что на кубике циркулярном 5х5 не бывает ситуации, когда нужно разворачивать одно ребро. Я пробовал выполнить этот алгоритм на собранном кубике и он размешивает центры. Поэтому, если у вас центры собраны, то и ситуация такой не возникнет. Поэтому никаких реберных паритетов здесь не будет. хотя это и не паритет. Ну и вот, выходим на этап 3х3. Собираем крест. Аккуратно. Матовый пластик слегка скользит в руках. Поэтому не получается так быстро, как хотелось бы. Так. Рыбка. И кто это у нас? Аперма. Да, из-за того, что не совсем комфортно вращать быстро, я в сборке на скорость некоторые пилы за два алгоритма делал. Но в итоге вполне неплохой интересный кубик. Пусть не такой сложный, как 4х4 2.0, но их и некорректно сравнивать. Получается, что вот 5х5 2.0 и 4х4 2.0 это кубики ни одной весовой категории. 5х5 он скорее родственник первой версии 4х4. Примерно те же этапы, но добавился один уровень, поэтому собирается чуть подольше. Этот минуту за 3 можно собрать, этот минуту за 5. Версия же 2.0 4х4 она скорее должна сравниваться с 5х5 4.0. Есть здесь схожие этапы, но несмотря на количество элементов, мне кажется, 5х5 собирать понятнее, так как здесь можно путаться в сторонах, какая там подвижная, какая нет, надеюсь, все стороны одинаковые и мне поэтому легче. Хотя, возможно, я еще не раскрыл полностью потенциал обоих кубиков, в частности 4х4. Но покрутим, пособираем, возможно, что-то узнаем новое. К тому же вот эта четверка сейчас предзаписью специально собрал, чтобы не перемешанная была, собралась вполне быстро. Начал делать дополнительные стоп-мобы через эти центральные слои, либо мне может повезло. В общем, 5х5 2.0 внимание достойно. Если вы не хотите сверхсложный куб, но хотите прикоснуться к этой теме и вам понравилось, к примеру, трешка, то вполне хорошая штука. Да, и 5х5 наверное легче, чем 4х4, учитывая, что здесь собирать вот именно центры, вот эти, если трициклами, то долго, а если послойным методом, который использую я и Виталий Соколов, то надо знать больше алгоритмов. Здесь же, чтобы собрать вот эти центрики, ровно такие же, как вот эти элементы здесь, достаточно одного трицикла, ну и понимания, что здесь происходит. Но четверку можно собрать быстрее, за 3 минуты как я уже сказал. В общем, кубик достойный, вполне рекомендую, ну а в другой раз я расскажу про версию 4. На этом все, всем спасибо, всем пока.